Вопреки всем прогнозам и социологическим опросам, в первом туре первых в истории праймерис партии республиканцев на пост президента Франции победил бывший премьер-министр Франсуа Фион. Он получил внушительный результат – 44%. У партии больше не должно быть монополии на принятие решений. Наш народ хочет участвовать в дискуссии, делать самостоятельные решения, участвовать в политике. И эти праймерис – заметный успех народа. Франсуа Фиону 62. Его называют учеником Жака Ширака. Политик был главой правительства при президенте Николя Саркози. Что касается самого Саркози, то он, несмотря на прогнозы, потерпел поражение и теперь намерен уйти из политики. Саркози объявил о поддержке Фиона во втором туре праймерис. Тот, кого называли фаворитом, в итоге занял второе место со значительным отставанием. Ещё один бывший глава правительства и нынешний мэр Бордо Ален Жупе набрал 29%. Проголосовать на праймерис смогли все зарегистрированные избиратели. Они были обязаны подписать заявление о том, что разделяют республиканские ценности правых и центристов, и заплатить монетку в 2 евро. Эти взносы должны покрыть расходы на проведение праймерис. Всего в них приняли участие 4 миллиона человек. Впрочем, далеко не все из них – правоцентристы. Я придерживаюсь весьма левых взглядов, но я знаю, что у левых нет шансов на этих выборах. Но мне не хотелось бы видеть президентом Саркози и тем более популистку Марин Лёпен. Я левоцентрист, но гораздо вероятнее президентом станет кандидат от правых. Поэтому я проголосовал за наиболее умеренного кандидата. Немецкие СМИ отмечают хорошее отношение бывшего премьера Франсуа Фиона с российским президентом Владимиром Путиным. Так, Путин регулярно встречался с Фионом в то время, когда они оба работали премьер-министрами. По некоторым данным, политики общаются на «ты», Фион выступает за сближение с Россией, за активное сотрудничество с ней в сирийском конфликте, призывал отменить санкции и даже признать право жителей Крыма войти в состав России. Второй тур праймери состоится 27 ноября. В нем примут участие лишь два кандидата — Фрунсуа Фион и Олен Жупе. Эксперты отмечают, что победитель второго круга праймери с правоцентристов с большой вероятностью и станет будущим президентом весной следующего года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова